В погоне за красивым загаром многие забывают о том, насколько солнечные лучи могут быть опасными. По статистике, каждой десятой Тюмени страдает аллергией на ультрафиолет. По словам врачей, еженедельно в больницу с фотодерматитом обращаются около 50 человек. Как загореть, чтобы потом не пожалеть, подскажет врач-дерматовенеролог, косметолог областного кожно-венерологического диспансера Алена Ермакова. Алена Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Насколько мы знаем, все ультрафиолетовые лучи делятся на три категории А, Б, С. Вот какие из лучей самые опасные для нас? Для начала можно исключить сразу лучи типа С, потому что они совершенно не проходят через озоновый слой. Поэтому для человека... О них можно не говорить, потому что забыли. Поэтому остаются лучи А и Б. Лучи типа А проходят через озоновый слой, они проходят в пределах 95%, доходят до эпидермиса и глубоко проникают в дерму. Лучи типа Б доходят до эпидермиса и до кожи. До кожи в количестве 5%, основная их масса просто рассеивается в озоновом слое, и они намного меньше проникают в дерму, чем лучи типа А. Лучи А самые, в общем-то, нет? Ну, нельзя так сказать, что категорично, что что-то опасное. Есть фототипы от первого до шестого. Естественно, рыжие с голубыми глазами, они совершенно не загорают, только сгорают на солнце. Ну вот представим опасность, например, лучей А и Б для фототипа рыжего с голубыми глазами. Если мы его пошлем в полдень в Австралию без защитных средств, без очков и без панамки, то что с ним может произойти? Ожог 100%. 100% ожог, и мало того, что, наверное, уже приблизится, к сожалению, к летальному исходу. Но если мы в такую же ситуацию поставим афроамериканца, ну, вряд ли у него получится такая же ситуация. Поэтому все зависит индивидуально, опять-таки, раз, и от того, как человек знает, что про себя, какого он фототипа является, и третье, пользуется ли он солнцезащитными средствами. Вот у нас есть вот эти средства. Здесь написано УВА плюс УВБ, например. Здесь что мы видим? Здесь написано SPF 50. Да, это солнцезащитный фактор. Как раз это и является солнцезащитным фактором 50. То есть обычно идет разброс такой от 5 до 70 солнцезащитных факторов. То есть для рыжих с голубыми глазами, наверное, все-таки стоит взять 70 или 100%, если они находятся в полдень на жаре. 50%, ну, на мой взгляд, если человек не подготовлен к южному солнцу, он белокожий, то есть не загорел, и неважно, какого фототипа, но если он, конечно, не афроамериканец и не идуст, то, соответственно, в первые дни на солнце в южных странах ему стоит пользоваться. Как часто нужно наносить солнцезащитный крем? Потому что у нас многие приходят на пляж, мажутся. Нанесли и хватит? Нанесли и хватит. Или что? Искупались нужно? По правилам нужно наносить солнцезащитные средства за 15-20 минут до выхода на пляж. А, заранее? Заранее. А я уже не на пляже? Заранее, чтобы кожа была уже подготовлена к солнечным лучам. И наносить каждые 2 часа. Опять-таки, если вы активно плаваете, купаетесь и после этого вытираете себя полотенцем, то, соответственно, после купания снова наносите солнцезащитные средства. Вот мы видим, что есть защита по типу ультрафиолетовых лучей, УВА, УВБ. В чем разница? Разница в том, что ультрафиолетовые лучи типа А вызывают фотостарение. А ультрафиолетовые лучи типа Б в основном отвечают за ожоги кожи. Поэтому в совокупности, если используется это в средствах... А здесь вот и УВА, и УВБ вместе, да? Ну, так вот, значит, и защищает это от фотостарения, от ожогов кожи. То есть вот такие вот предпочтительные, которые... Предпочтительные. Лучше брать в комплексе. В начале нашей беседы мы уже сказали, что все больше людей обращаются с фотодерматитом. Вот каким еще проблемам может привести чрезмерное пребывание на солнце, принятие солнечных пам? Ну, почему это так серьезно вообще? Осложнения могут быть... Ну, во-первых, фотодерматит – это ожоги, раз. Второе. Если в анамнезе онкозаболевания, то уже предполагается, что и риск возникновения на солнце онкозаболеваний повышается. Опять-таки, с большим количеством невусов повышается риск меланону кожи. Может быть, стоит еще немножко коснуться положительных моментов солнечных ванн. Во-первых, выработка витамина D идет. Хорошая усвоемость кальция, укрепление костного скелета. Это касается не только взрослых, но особенно и детей. Потом вырабатывается гормон серотонит, который отвечает, как называется, гормон счастья и бодрости. Он на 7% больше вырабатывается летом, чем зимой. Поэтому зимой у нас бывает иногда так называемое состояние зимней депрессии. Алена Викторовна, спасибо большое. Для меня это все так сложно, на самом деле. Оказывается, делать такое серьезное, что считать надо уметь. Но самое главное знать, что все хорошо в меру и даже солнце. Напомним о том, как принимать солнечные ванны без ущерба для здоровья, мы говорили с врачом, дерматовенерологом, косметологом областного кожно-венерологического диспансера Аленой Ермаковой. Продолжение следует...